Так, ну а дальше будет интересно уже строителям и желающим поломать голову над загадками цивилизации. Как я уже писал, не давал, вот видно, как сделаны вымостки. Как я уже писал и не мог понять одной загадки. И верхние слои, верхний уровень данного сооружения, форта, которому 500 лет, был отштукатурен изнутри очень качественно. Вот в этом месте видно слои штукатурки и места, где они сохранились практически идеально. И так вдоль всего периметра и туда, и дальше, и на несколько километров вперед и назад. Вот с этих позиций, я так понимаю, шла оборона. Оборона Севастополя шла с других позиций. Внутри штукатурки не обнаружено, но в то же время, как мы видим, внутренние стены нет штукатурена. А штукатурены только вот эти вот места. Вопрос заключается в том, зачем нужно было штукатурить? Таким образом, тратить столько сил и энергии, если оно, в принципе, и так имеет очень неплохой бит. Так, а что же мы видим отсюда? Отсюда мы видим... Вот такие вот перспективы. То есть там находятся огромные то ли камни, то ли искусственно сделанный ров для того, чтобы... Сможно, скорее всего, было захватить. Ну, через дедыночки отстреливали как могли. Всё в колючках. Всё защищает само себя. Вот такая вот ситуация здесь. А здесь отсюда... А внутри уже которые столетия живут вот такие деревья и прекрасно себя чувствуют. Насколько добротно сделано сооружение, можно судить по тому, как хорошо был вымощен здесь практически не только пол, но и всё, что можно было сделать из камня. То есть фактически всё сооружение состоит из плотно подогнанных кирпичей, которые положены на какой-то раствор, который не даёт им расползтись, я уже повторюсь, в пятую сотню лет. Так, ну, идём дальше. Мы тут не одни. И ребята её нам стали. О, знакомые обезьянки. У тебя теперь есть собака? Да, у меня всегда с собой собака. Верный пёс Мухтар, которого привёз из Рио-де-Жанейро. Привет, собака. Ну что, идём глянем, что здесь и почему. Ну, она. Ну, она. Так, это квадратное или прямоугольное сооружение. Непонятного значения. Это вот этот домик. Похоже. Я интервью тебе подаю. Извини. Можешь подправлять. Что тебе напоминает вот эта вот хрень? Погрев. Погрев. Идём. Посмотрим, что на самом деле это. А на самом деле это склад. А может быть и какая-то могилка. Вот как она выглядит. Древняя могилка. Ну да, откуда здесь могилка древняя? Наверное, это был склад. Ну, может уже тут кого и закопали. Дальше. Дальше идут пентхаусы. Ну, а как это ещё назвать? Посмотрите. Штукатурочка, чётенькая. Я так думал, что здесь жили старший офицерский состав. Это, наверное, было КПП. Пропускали сюда только симпатичных барышень. И никаких других. А все они красивые были отстрелены прямо у входа. Вот через эти дырочки. А что пикает? О! Древние кирпичи. Я думаю, что кто-то бы с удовольствием заплатил денег за то, чтобы я этот кирпич привёз. Он не из говна. Он из говна. Вот такой симпатичный кирпич. В принципе, если кто-то хочет, могу один приволочь. Если кому-то очень надо. Или посылочка вышлю. Так, дальше. Дальше. Наскальная живопись. Ну, по всей видимости, художников сюда тянет неведомые силы. Так как расписано всё. Вот D плюс U здесь были. Видим. Ну и всё остальное тоже в этом стиле. Штукатурка позволяет нормально это всё здесь оставлять. Так. Вот какие-то... Смотри, как ты думаешь, зачем это скорее всего здесь что-то было... Сейф. Так какой сейф? Здесь стояла какая-то лампадка. Вверху иконка. А здесь мочились индусы. Современного на то время оружия. А это английский порт или португальский? Это португальская колония, соответственно. Португальский порт. Подожди. Это уже не Гоа. Ну, как это? А что это? Это уже Махарастра. Да? Да. Ну, никто об этом не знал, не думал и не собирался. Это португальский порт. Вот во всех написано интернетах, скажем так. Это очень напоминает бассейн. Я серьёзно. Мне кажется, это внутренне. Ничего подобного. Смотри. Значит, во-первых, там есть... Ну, были в прошлом году. Их развалили такие пьедесталы для того, чтобы можно было с них попрыгать. Во-вторых... А я думаю, это основание колонны. Ну, да. Но здесь, одним словом, есть ещё такие подводы. Очень напоминающие стоки для воды. Там дальше будет видно. Возьми. Да, ты возьми это. Возьми. Возьми. Здесь что-то произошло нехорошее. Всё рухнуло, обрушилось и повалялось. Так вот, по мнению многих бывших здесь, это был бассейн для омовения. А потом эту воду спускали после битв и отмывали ею подходные пути. Это, наверное, была какая-то банька. Или часть баньки. Это прачечная. Ну, дальше хуящичная. Ну, дальше хуящичная. И выходим мы... Опять туда, куда пришли. Да? Идём назад. Идём назад, назад, назад. Ох, красота! Мы вышли на другом углу. Нет. Мы вышли... Туда, да. Мы обошли это всё и вышли возле. Идём дальше пройдёмся. Через прачечную. Так. Вот. Непонятное углубление. Очень похожее на что? Мне кажется, это был проход. Вот. А его замуровали, да? Этот замуровали явно. А тот? А тот так и был. А что это было? Может быть... Раздевалка? Может быть шкаф? Да. Это, скорее всего, два бельевых шкафа. Других объяснений нет. Тут жили какие-то очень высокие.